Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с яркими сюжетами, интересными фактами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до самых дальних уголков Вселенной. Начнем программу с космических научных фактов, в которые очень сложно поверить. Луна постепенно удаляется от нашей планеты. Правда, происходит это с очень незначительной скоростью – 38 мм в год. Ученые выяснили, что полтора миллиарда лет назад земные сутки длились примерно 18 часов. В то время Луна находилась к Земле на 44 тысячи километров ближе, чем теперь. Астрофизики считают, что именно возросшее расстояние между Землей и Луной влияло на вращение планеты вокруг своей оси. А вместе с тем на климат и продолжительность дня. Отчасти благодаря этому появилось человечество. Но еще через несколько миллиардов лет орбиты Луны увеличатся примерно вдвое, а сутки растянутся на 870 часов. Еще два века назад в республике Алтай водились тигры. Были они и в советском районе Алтайского края. Последние упоминания очевидцев, которые видели полосатых хищников, опубликованы в журнале «Охотник Алтая» в 1924 году. В Барнауле прошел первый образовательный форум «Алтай. Таланты региона». Более 300 школьников приехали, чтобы поучиться добровольчеству и лидерству на площадках. Добро-бро, медиадвиж, агропрорыв, хочу быть предпринимателем, я рулю и топ-драйв. Каждый выпуск мы знакомим вас с новой профессией. В этот раз свежим словом будет фьюзинг. Отправимся в мастерскую и узнаем, как пекут стеклянные картины и витражи. Витражи – яркие стеклянные окна необыкновенной красоты. Они встречают нас в старинных храмах и дворцах. А еще стеклянной мозаикой обрамляют рамы, составляют цветные композиции – настоящие произведения искусства. Так вот, стекло могут склеивать холодным способом и горячим. Горячая техника называется фьюзинг. Сегодня мы посмотрим, как создается художественное изделие из цветного стекла. А поможет нам мастер по фьюзингу Елизавета Замаева. Смотрите, сегодня мы с вами изучаем технику фьюзинга. У нас есть с вами образец того, что у нас должно получиться. Да? Ну, примерно. У всех будет своя такая более-менее индивидуальная работа, но цель у нас с вами одна. Перед собой вы видите стекла. Они у вас вот в такой тарелочке. Каждая стеклышка, да, мы берем, его можно брать либо ручками, либо пинцетиком. Для того, чтобы создать изделие из плавленого стекла, нужно быть художником, придумать идею, нарисовать эскиз. Еще нужно разбираться в стеклах, их сортах и свойствах и работать с инструментами. Специальными ножницами и кусачками, газовыми горелками. Ведь стекло необходимых цветов нужно разрезать на детали мозаики. Затем кусочки нужным образом выкладываются и приклеиваются. Это приятное занятие можно поручить детям. Оно требует собранности и аккуратности. Здесь тоже нужен творческий подход. Сегодня юные журналисты собирают мозаику стеклянного ангела. И на работу им понадобился почти час. Еще несколько часов потребуется на выпекание при температуре больше тысячи градусов. Теперь нужно отшлифовать края и работа готова. Ни одна наша программа не обходится без интересных фактов о хвостатых бетонцах. Потому что собаки и кошки такие милые. Вопрос и даже голосование. Кто лучше, собаки или кошки? Кошки, потому что их не надо выгуливать. Мне кажется, что кошки, потому что они как-то иногда получше себя ведут, чем собаки. И их не нужно выгуливать. Собаки, потому что они преданные друзья человека. Кошки, потому что они милее и грациознее. По мне, собаки, потому что с ними можно поиграть, повеселиться. Мне кажется, собака, потому что собака – это верный друг человека. У меня есть кот, когда я им говорю, что так нельзя делать, он не делает. Мне кажется, для меня, что это собаки. Потому что собаки, мне кажется, более преданной. И они более игручие и более умнее. Кошки, потому что у меня два милых и умных кота. Я считаю, собаки. С ними можно поиграть. И они будут тебя слушаться, команды выполнять. Их можно будет выгуливать, показывать друзьям и обниматься. Они могут заснуть у тебя на руках. Кошки, потому что у меня никогда не было собак. И сама я чуть-чуть их боюсь. Кошки, они милые и за ними легче уход. Собаки, потому что, ну и попугаи тоже. За собаками надо гулять. Ты больше развиваешься, ходишь больше. Попугаи, они могут научиться говорить, и они летают. Мне кажется, что лучше кошки, потому что с собаками надо гулять. И много чего другого. То, что не очень удобно. А кошки просто лежат дома. И их просто надо кормить и гладить. Ну, кто лучше? Дать ответ я не могу и не хочу. Каждый хорош по-своему. Кошки, потому что они мурчат, и они очень милые. Я считаю, что кошки, потому что они милые, пушистые и классные. Мне кажется, ни собаки, ни кошки они лучше. Они одинаково мне нравятся. Следующая наша рубрика – рецепт шедевра. В ней юные журналисты отправляются к художнику и учатся рисовать. Сегодня вооружимся маркерами, ведь впереди скетчинг. Попробуем уместить двухчасовое занятие в две минуты, чтобы вам было легче повторить. Что такое скетчинг? Под скетчингом понимается техника создания быстрых рисунков. От английского слова «скетч» – эскиз, набросок, зарисовка. Существует несколько видов скетчинга, и самый подробный и качественный – это скетч-иллюстрация. В данном случае скетч выполняется маркерами, но при этом он уже похож на иллюстрацию, так как на него тратится больше времени. Рисунок раскрашивается полностью и тщательно прорабатывается в деталях. Сегодня мы в школе рисования Антонины Матвеевой. Я рисую на доске, поясняя каждый свой шаг. Вы повторяете за мной. Периодически я вас прохожу, проверяю, проговариваю недочеты. Антонина Матвеева – художник, дизайнер, иллюстратор. Окончила текстильный техникум по направлению дизайн. Алтайский государственный университет по направлению художественное проектирование костюма, после чего поступила в магистратуру и аспирантуру на искусствоведение, изобразительное и декоративное искусство и архитектуру. Пять лет руководит собственной школой рисования маркерами для детей. Сегодня у нас будет фудскетчинг. Рисуем еду. Красивое пирожное. На столах больше тысячи маркеров. Но начнем мы с карандаша. Строим рисунок при помощи геометрических фигур. В прямоугольник, конечно. Единственное, если вы присмотритесь, вы увидите, что этот прямоугольник, он не ровно стоит, а немножечко под наклоном. Кекс походит на трапецию, вишенка на круг. Когда рисунок готов, делаем красивую обводку и начинаем самое интересное – раскрашивать. У каждого маркера есть номер. Подбираем оттенки. Чем больше, тем лучше. Несколько бежевых, серых и коричневых для корзинки. Смотрим по образцу, где именно располагается свет, а где тень. Затем розовые, красные, бордовые оттенки для вишенки и сиропа. А еще для крема. Несмотря на то, что работают все по образцу, у каждого получается неповторимый рисунок. Сегодня мы многому научились. Я добавила на свой рисунок вторую вишню. Мне очень нравится моя работа. Я впервые рисовал скетч маркерами. Это было очень необычно. Большое разнообразие оттенков. Но мне понравилось. Было очень интересно. Самым необычным для меня сегодня было рисовать тени. Я люблю маркерный скетчинг. Работы получаются стильные и необычные. Смотрите, что у меня сегодня вышло. Я решила стать немножко необычной и сделала голубой крем. Мне очень нравится моя работа. Я доволен своей работой и получилось очень красиво. Мы сегодня научились делать тень, свет и объемные предметы. Спасибо большое Антонине Матвеевой за мастер-класс. Знаете ли вы, каких животных видно из космоса? Пингвинов. Императорских пингвинов в Антарктиде живет так много, что их колонии видны из иллюмината. Это помогает ученым изучать птиц, читать их и следить за передвижениями. Многие люди начинают день с кофе, но не олимпийские спортсмены. Дело в том, что кофе официально запрещен международным олимпийским комитетом. Если при проверке в крови спортсмена будет обнаружен кофеин, то олимпийц будет сразу снят с соревнований. Витамины так хорошо нам знакомы, что толком о них никто ничего не знает. Все в курсе, что они очень полезны. Но вот с подробностями дело обстоит куда хуже. Настало время сорвать покров тайны с этих загадочных веществ. Что такое витамины? Это амины жизни. Так их назвал польский ученый Казимир Функ в 1911 году. Жизненно необходимые вещества не копятся в организме, поэтому ими нельзя наесться впрок. Витамины содержатся в овощах и фруктах. И кажется, что если съесть большое яблоко, то получишь больше витаминов. Но это не совсем так. Чем меньше растение, тем больше в нем питательных веществ. Поэтому так популярна микрозелень, особенно осенью и зимой. В крошечном растении подсолнечника или гороха, например, содержится столько же витаминов, сколько в большом растении. Поэтому есть микрозелень полезно, а растет она на подоконнике всего неделю-две. Как же посадить и вырастить микрозелень? Для этого не нужна земля, только вода и джут. Джут – это волокна, к которым прикрепляются семена. Итак, нам нужно намочить джут и распределить семена. Затем еще раз увлажнить посадки. Накрыть полиэтиленом и поставить на подоконник. Проветривать тепличку и поливать по необходимости. Уже на второй неделе появятся ростки 3-4 сантиметра. И можно собирать урожай. У нас это была горчица. Вы можете посадить горох, редис или подсолнечник, огурцы. То, что любите. Ведь микрозелень имеет вкус взрослого растения. Вот и все. Будьте здоровы! Люди и другие звери. Необычное название для фильма, правда? Сразу начинаешь задумываться, что человек – тоже животное. Ведь он живой. Как мы существуем на одной земле вместе с братьями меньшими? Об этом и многом другом рассуждали режиссеры международного фестиваля «Эко-чашка» в Барнауле. В сентябре галерея «Артхаус Кот» на 4 дня погрузилась в атмосферу экологического кино. Столица Алтайского края принимала «Эко-кап» – ежегодный международный фестиваль зеленого документального кино. В рамках мероприятия зрители увидели фильмы из разных стран о том, что сегодня происходит на нашей планете. О каждом из нас. Уникальность «Эко-чашки» в том, что фильмы нельзя будет посмотреть потом. Права на каждый показ оплачены, и их нет в свободном доступе. После показов прошли круглые столы и встречи с учеными и экспертами. В этом году темами обсуждения стали Проблема производства полезного живого хлеба, поднятая австрийским режиссером Харальдом Фридлем. Вопросы существования экопоселений. Их философский и практический смысл, в которых попытался разобраться, Майкл Вюфл – традиционная для фестиваля «Дилемма. Отношения человека и природы» была представлена в итальянском фильме-расследовании Александра Катанео «Люди и другие животные». Фильмы, показанные на фестивале «Эко-кап», требуют от зрителя максимальной открытости и неравнодушия. Они действительно делают наш мир лучше. На сегодня это все, но наша программа уже работает над созданием нового выпуска. В нем мы узнаем, откуда берется соль, как отличить настоящий янтарь от поддельного и многое другое. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!